Несмотря на то, что в республике особое внимание уделяется объектам здравоохранения, ремонтируются больницы, открываются новые ФАПы, проблемы все же остаются. Например, первый этаж в поликлинике селения Мизур. Он находится в аварийном состоянии. Работать в таких условиях врачи просто не могут. Да и специалистов в медучреждении тоже не хватает. Обо всем подробнее в материале Карины Гигалаевой. На первый взгляд кажется, что это старое заброшенное помещение. На деле же действующий рентген-кабинет. А рядом флюорография. В таких условиях Алла Кучиева работает 14 лет. Говорит, принимать пациентов приходится в нечеловеческих условиях. Здесь полная антисанитария. Стены рушатся на глазах, полы в дырах, гнилые трубы, ржавое оборудование. Ремонт нам обещают сделать. Очень скоро. Но вы ждете? Ну, мы ждем. Как можно быть довольным такими условиями труда? Человек хочет прийти на работу. Здесь у нас и вода течет с раковин, трубы все гнилые. Мизурскую поликлинику открыли в 1954 году. На сегодня она обслуживает более 6 тысяч человек. От Биза до Рокского перевала. Это Унал, Буронзин, Царзара, Мак. Первыми бить тревогу начали сами жители. С жалобами они обратились в районную и городскую администрацию. Там ответили, средств на ремонт нет. Но надежду все же люди не теряют. Мы не хотели бы, чтобы закрывали нашу поликлинику. Мы хотели бы, чтобы сделали ремонт, капремонт. И чтобы по-прежнему работали в поликлинике наши хорошие, квалифицированные врачи. И чтобы мы не обращались куда-то в Алагир или во Владикавказ. А именно обращались в свою Мизурскую поликлинику. На жалобы жители отреагировали активисты ОНФ. Они лично убедились в том, в каких условиях приходится работать. Обещают помочь совместно с Минздравом республики. Мы хотим, чтобы сейчас Министерство здравоохранения обратило на это внимание. И вот эту часть, конечно, нужно отремонтировать. Пациенты страдать не должны. Из-за того, что есть какие-то проблемы с бюджетом. Но мы видим, что в данном помещении не совсем нужные условия для пациентов. В Мизуре вспоминают, еще совсем недавно здание находилось в плачевном состоянии. Тогда финансовую поддержку оказали меценаты. Но тех денег хватило только на два этажа. Второй и третий этаж Мизурской поликлиники отремонтировали два года назад. Условия здесь намного лучше. Это кабинет хирурга. Обновленный и просторный. Раньше здесь приходилось работать в нечеловеческих условиях. Отсутствие ремонта на первом этаже – это не единственная проблема. Непростая ситуация и с персоналом поликлиники. Врачи говорят, нет узких специалистов. Например, гинеколога и врача ультразвуковой диагностики. Раз в неделю медики приезжают из Алагира. Но этого, как показывает практика, недостаточно. Через день работает и педиатр. Жители возмущены и надеются на решение этих важных вопросов. Карина Гигалаевых, это Гопоев. Новости Осетии.